Всем привет, с вами Крейзи. Сегодня у меня оценка эмоций, хотя по логике это никакая не оценка. Это именно кинь правильную эмоцию, чтобы выжить. В чем же суть? Есть ведущий, который загадывает эмоции, которые ему нравятся. Радостные, грустные, как было у Шампанова, или, например, бомжатские или мажорские. И один из них он пропускает. Каждый раунд он будет менять, то есть будет выиграть сложно. Это именно везение. Я, наконец-то, не ведущий, будет весело. Что ж, больше не тяну. Приятного просмотра. Погнали. Что ж, погнали. Надеюсь, ведущий понимает, что делать. Он будет пропускать по своим критериям, не просто так. Ты мне нравишься, проходишь, ты мне не нравишься, не проходишь. Ну, будет не очень. Хотя, кстати, прикольная тема, прикиньте. Оценка эмоций, но я пропускаю по скинам. Вот это я придумал, капец. Ну, наверное, это как-то было бы странно. Но, в целом, где интересное. Я всегда иду второй, чтобы ведущий под меня не менял эмоции. Ну, будет не очень. Как-то слишком подкупно. Поэтому я иду всегда второй. Выбор уже сделан. И я могу только либо угадать, либо не угадать. Кину я злость, хотя, скорее всего, мажорские. Ну, давай дефолтные. Ну, давай. Нет. Ну, блин, как-то слишком предсказуемо. Почему мажорские? Почему так? Ладно, ладно. Сейчас пройдут все эпик, смотрите. Я верил, что будет не так, но, как вы понимаете, нет, не варик. Это эпик, и он идет дальше. Да, слишком предсказуемо, чересчур. Бананчик сейчас кинет какое-нибудь там сердечко на спайка и тоже пройдет. У спайка есть сердечко? Ни разу не видел вообще. Да, бананчик умирает. Ладно, бывает. Сейчас Максон решил просто пойти, правильно. Нафиг эти эмоции. А, нет, кинул слезку. И, вероятнее, все пройдет, да? Он пропускает только эпики. Все эпики. По-моему, это стрёмная тема для первого раунда, но серьезно. Пропускать все эпики. Эпики есть просто у всех. Поэтому это печально. Что ж, он идет дальше, а сейчас пройдут просто все. Это будет, спорим, звезды на Пенне. Да, да. Откуда я это знаю? Сам в шоке. Да, ну, блин, я не знаю, вылетел я и еще трое, получается. Давайте кого-то еще кикнем. Давай, Браулер, кинь какую-нибудь... О, хорош! И он умирает. Потому что это не эпик. Блин, почему первый раунд эпики? Я бы сделал дефолтный, чтобы просто все вылетели. Это же идеальная тактика. Окей, осталось 5 человек. Давайте-ка я сейчас смещу Тару и стану ведущим на время. Вы знаете, что у меня всегда особенный критерий? Обычно и скучно. Я убью тех, кто пойдет ко мне близко. Кто будет стоять в упор ко мне, те умрут. Остальные проходят. Пинцы вообще роли не играют совсем. Что ж, давай посмотрим. Идет Максон. Максон, давай, подойдешь ли ты ко мне? Ну, он далеко стоит. А вот сейчас, я не знаю, блин, близко ведь. Ну, пусть идет, потому что он первый. Вроде бы не прям в упор было. Но это что-то я не знаю. Ну, Лебедик далеко. Прям далеко. Пусть его дальше. Я думал, что сейчас все вылетят. Что за фигня? Почему так, ребята? Подходим, не стесняемся. Спайк. Ну. Ну, он точно дальше, чем Максон. Тут бесспорно просто. Окей. Давайте я подойду, потому что стрёмная тема. Все стоят далеко от меня. Максон был близко, но я что-то не знаю. Он был первым, поэтому я подумал. Ну, тут близко. Давайте убьем. Потому что Тара был прям близко. Окей, осталось еще двое. Может быть, они тоже вылетят. Давай. Может, ты подойдешь ко мне? Ой. Ну, это близко. И мы убиваем его. Ближе некуда. Хорошо. Кто еще подойдет ко мне? Остался вроде как... А кто остался? По-моему, кто-то еще есть. А, это Фустел на Джанет. Подойдешь ли ты ко мне? И да, да, это близко. Тоже мы его убиваем. Повезло Максону, его можно было забрать. Да и в целом всем троим повезло, что я стоял на центре. На центральном блоке, а не здесь. Так бы вылетели, скорее всего, почти все. И вы, наверное, думаете, что еще более странные условия придумать я не смогу. Вы меня недооцениваете. У меня там талант. Сейчас я буду пропускать крест-накрест. Сейчас все покажу. Будет проходить, кто станет на нужной хилочке. Смотрите. Стать нужно крест-накрест. Вот на эти вот три. И вот на эти три. Получается, центр-то... Всего пять хилок. Центр тоже считается. Окей, давайте посмотрим. Тара... Тара не дошел. Ну, это кик получается. Такая разница. Он просто не дошел. Тара, кстати, вторая жизнь, если вы не заметили. Он просто ведущий. И его кикать не стоит. Да вы что, издеваетесь? После прошлого раунда ко мне просто не подходит. Что это за кринж? Они решили вставать от меня за километр. Ладно. Максон, давай. А Максон-то подошел. И встал еще на нужную хилку. Что это? Читер вонючий. Что это такое? Как? Ладно, ладно, бывает. Остался, насколько я понимаю, Спайк. И где он? Да, вот он. Хорошо. Куда ты станешь, Спайк? О! Он поменял хилку в последний момент. Я думал, все, уже финалочка. И он просто уходит. Что это, Спайк? Ну, получается, Спайк у нас неудачник. Максон выигрывает. Идем дальше. Я снова теперь буду участником. Все, погнали. По моим наблюдениям, чаще всего кидают люди именно эпики. Почему, я не знаю. Им кажется, что эпики это спасение всегда. Почему я первый, ребята? Давайте я кину. На, у меня нет выбора. У меня все дефолтные. Что это такое? И да. Да. Все, смотрите. Вылетят все. Вылетят сейчас просто все. Все кидают эпики. А не, гляньте, плачущий. Что-то я не понял. Почему он его убил? У меня был дефолтный. У него тоже деф... Что это? Может быть, он пропускает радостные? Потому что он убил грусть. Она была дефолтная. Ладно, блин, я не знаю. Сердечко, ну, оно радостное. Смотрите. Я не понимаю, что он пропускает. Он убил дефолтный скин. При этом убил радостный. Что он делает? Это эпик. Он его убивает. Кого он пропускает? Что это? Я не понимаю. Это хлопки, это редкий. Я не понимаю, кого он пропускает. Но смотрите. Он убил как? Радостное убивает. Это радостное, я считаю. Сердечко радостное. Что происходит? Он убивает дефолтное. Убивает радостное. Как мы прошли вообще? Это эпик? Да, он убирает. Я что-то не понимаю, что происходит. Кого он убивает? Что это за бред? Что он пропустил сейчас эпик? Причем не шибко, это радостный. Я что-то вообще не понимаю, что происходит. Он убил, получается, обычный. При этом пропустил эпик и пропустил меня с дефолтным. Что это? Я поинтересовался, что он пропускал. И это были дефолтные пинсы. При том, что он убил дефолтный и пропустил эпик. О, круто. Окей, я иду второй, как обычно. Он сказал, что никто не пройдет. Я еще эпик себе взял, поэтому, ну, как бы не знаю. Может быть, эпик? Эпики все любят. Скорее всего, знаете, он пропускает... Не знаю кого. Давайте посмотрим, может, спайк пройдет, и мы узнаем. Ну, или я поинтересуюсь после катки. И вам напишу, наверное. Так, может, спайк пройдет? Это дефолтный. Все шансы, я считаю. Эээ, нет. А, наверное, он пропускает грустные. Он кинул грусть. Или, может, это не связано вообще никак. Я считаю, самое время попандоваться. Сейчас кидает пинс, который выпил мне недавно. И, наверное, из моих он самый любимый теперь мой. Сейчас мы его кинем. Пройдем? Круто, не пройдем? Ну, ладно. Не впервой. Что ж, погнали, это будет эпик. Я не люблю в соревнованиях таких эпики. Они всегда выше, чем другие стоят немножко. Хотя, по сути... Да, прошел. Ну, пинс-то им бабить. На Пайпер сердечки я вообще, когда выбил, я офигел. Они выпали у меня с эпического наборчика, который за 39 гемчиков. Я его купил, когда мне симпа написал, купи, я купил, и выпала Пайпер. Не, ну, хайпово же. Спайк что-то умер. Видать, он пропускает, скорее всего, эпики. Это у нас звезды. На мэг. И он умирает. Ладно. Странно. Ну, я-то прошел как-то. Я не понимаю, опять, как он пропускает. Это очень странно. Понимаете, как Таро пропускает, это что-то особенное. Ну, это не звезды. Я кинул звезды, я прошел. Он кинул звезды, он сдох. Как это работает? Может быть, по редкостям там, я не знаю. Потому что, а как иначе? Лукас, Лукас кидает лайк, и он умирает. А у нас стоит Кольти, который тоже дефолтный перс. Трофейный, имеется ввиду. Что происходит? Как он опять пропускает? Звезды убил. Меня пропустил. И что, звезды? Дефолтный перс? Тоже, что? Я не понимаю. У него что, там рандомайзер стоит? Ты проходишь, ладно. Вот ты не идешь. Я не понимаю. Странная тема. Нас пятеро. Кину я еще раз. Эпик. По логике, даже по статистике, я бы сказал. Такого быть не может. Он каждый раунд меняет условия. И два раза попасть на Эпик как-то нереально, что ли. Хотя, кто знает. Пайпер отлетает, хорошо. Теперь я пойду следующий. Если вылетит и Прима, то уже будут вопросики. А он, видимо, прошел. Видать, там снова Эпики, смотрите. Что-то я не понял. Ну, а, стоп-бас прошел. Когда? Что-то я пропустил, видать. Я кинул Эпик, я прохожу. Да, вероятнее всего, это снова Эпики. Я не понимаю. Странная тема, но, видать, так и есть. Второй раз Эпики. А двое, кто были до этого, их не кинули, видимо, и поэтому умерли. Да, это Эпики, смотрите, сто процентов. Я буду и дальше топить за Эпики. Снова кинул Эпический Пинз. А вдруг прокатит. Сердежка, хочешь? И да, да, я прохожу. Пф, легчайшее. Слишком просто, слишком легко. Я не почувствовал. Почему-то он не меняет редкость, я не понимаю. Каждый раунд одно и то же условие, это странно. Раньше каждый раунд менялось. Сейчас он оставляет почему-то. И все уже поняли, в чем прикол. Все кидают Эпики. Кроме него. Это вроде звезды, разве нет? По-моему, это были звезды. Он просто анимацию не досмотрел. Ладно, видимо, Тара менять слове не собирается. Тогда мы два победителя в этом раунде. Я и Юпитер. Но на этом у меня все. Получилось, по-моему, весело и прикольно. Если понравилось, ставь лайк и подписка. Спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok